дорогая публика здравствуйте вот я вас все пытаюсь приучить может даже приучил к моим видео из цикла как я провел этим воскресенье это не всегда происходило воскресенье ну вот выходной день а вот тут сейчас елена борисовна расскажет как она в свободное от работы время посещает театры москве и не только московские там бывает и приезжают в гастроли я во-первых так сказать я последние полтора года я не смотрю кино я не читаю художественную литературу я не слушаю музыку значит я слушаю только классическую музыку а вторая ситуация знаете сказать у меня подруга и моя подруга она театральный критик но есть проблема подруги есть маленький ребенок иногда подруга отдает мне билеты как у паре сергеевич сразу лицо засветилось аж прямо это самое от компьютера подруга отдает мне билеты чтобы я ходила в театр за нее и тут я посетила несколько спектаклей некоторые из которых хорошие но вообще знаете сказать спектакль это особый вид искусства он отличается наверное от всех других видов что он чем-то напоминает такие знаете религиозные моменты и он напоминает что такое древнее но если на всякий случай хочу сказать что великий наш наш и все аристотель вот который как раз писал про комедии трагедии говорил о том что считал театр важным видом искусства считал что театр продорожает жизни и считал естественно что самое главное в спектакле это скорость развития действия они герои это так слово хочу сказать побыстрее побыстрее что ли было но вообще аристотель выдвинул как бы эту концепцию что единство времени место и действие на котором строился потом вот этот вот театр эпохи классицизма да то есть это там у шекспира там на несколько дней это может там так сказать размазаться история да то в принципе классический сюжет но один двое суток не больше то есть все это и в месте движется до произведения но главное что говорил наш отец наш аристотель он нам говорил что самое важное это сюжет спектакли или в каком-то произведении а герои ну получились у вас героя хорошо но если у вас хорошие герои нет сюжета то будет плохо вот ну и в общем я тут так сказать мне был большой поход для меня я посмотрела значит спектакль маскарад в мхт лаборданс в студии театрального искусства это по гоголю по ревизор потом там рыба лабордан они ели как у меня даже зубок теперь такая есть мера за меру в театре маяковского на малой сцене потом я посмотрела значит спектакль щелкунчик на театре на таганке но там это не совсем по гофману это по гофману написал ренат по моему ташимов это ученик николай калиды кто знает такие вещи из екатеринбурга так и две вещи наверное последний это я наверное лет пять не ходила на спектакли богомолова но 4 то уж точно я сходил на два спектакля и натанью марбузова и на веронику по значит вечно живые и поняла что она на товарища ну на господина он не не товарищ значит на господина богомолова я больше не пойду никогда издала билеты на летучий голландец они должны были из перми привезти с моим любимейшим любимейшим дирижером чижевским кто не знает такой прекрасный значит дирижер он занимает а этого летучего голландца поставил богомолок что ли поставил богомолок я в общем я расскажу потом в финале давайте все-таки начнем обычно хорошего как-то обольем так сказать гадостью потом вот ты мне дашь это показывать экран немножко конечно что же не дать да так и как мне надо нажать демонстрации экрана дамбула с экрана сначала надо на экране открыть соответствующую картинку да сейчас она может быть и внизу быть все равно там виде выбираешь и и так я ее разверну начну я наверное с очень хорошего мне кажется да вот у кого-то может быть есть детки так демонстрации экрана так сейчас мы поделимся да вот 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 он вот вот начнем мы с театра на таганке значит щелкунчик во первых это значит ставится на их какой-то новой сцене насколько я поняла что там произошло слияние двух театров на таганке они были разделены и теперь они значит слились театр на таганке а было содружество актеров театра вот насколько я поняла пиксимова она глава этого театра провела влияние я вообще театр на таганке ходил туда раза два когда там был еще жив золотухин и особо туда не посещала там есть у них вот так сказать их хлеб и значит мясо это спектакль из вы не тот демон парикмахер с флик стрит там они за перестраивают сцену считается таким большим блокбастером но у меня были другие любимые театры пока они были в россии потом их не стало вот и тут не моя значит рекомендуют что некто смирнов ставит там щелкунчика и что очень хороший спектакль детский да вот мы немножко покажем это значит история она очень любопытно сделана то есть это как будто действие происходит в начале 20 века вы знаете что это напоминает это немножко напоминает вот как мы с тобой ходили в дом купцов суранова да то есть немножко как будто вот игра вот вроде как настоящее время вроде как и 19 век там есть конец 19 20 там есть и телефоны елка новогодние очень красивые декорации занавес сделан тут к сожалению нет они не показывают видимо из авторских прав я тоже не буду меня естественно фотографии показывают огромный занавес где картину значит охотники зимние помнишь вот этого брегеля они переделал охотников да они вот значит как-то нарисовали туда какие-то вот там дома все очень красиво вот это вот драстильмир еще на сцене там стоит огромная елка начнем там история там значит семья папа мама беременная и двое детей брат сестрой брат по старше семья палачь приезжать новый дом очень красиво сделана сцена очень красиво сделаны обои опять же здесь вот как-то какие-то самые мрачные части есть фотографии в интернете очень все красиво приезжает новый дом и папе надо понравиться колбасных дел мастеру потому что он хочет работать у него на заводе главным ну типа бухгалтером управляющим инженером а дочка переводит свои игрушки которые вот тоже оживают по ночам в новом доме значит обзаводится а тут у них есть вот видишь елочку несет дядечка значит на в руках видишь да вот только не спи пожалуйста я смотрю на экран если я буду смотреть в камеру я не буду видеть экран понятно значит это дядечка драстильмир мы поспишем уже час ночи дядечка драстильмир он там работает дворником и друг знакомиться с этой девочкой и дарить ей фигурку щелкунчика который тоже достаточно страшный изгрызанный ну игрушки оживают там значит балерина солдатики мишка там две куклы значит все хорошо и щелкунчик говорит что нас тут хочет съесть королеву крыс тра-та-та-та-та-та-та и дальше там значит ну такая закручивается история что крысы едят игрушки и они когда-то съели игрушку мальчика сейчас будут спойнеры они съели игрушку мальчика игрушки мальчика мальчик одну крысу убил и за это королева крыс превратила его щелкунчика и вот они должны теперь ее победить чтобы превратиться в а так сказать обратно в человека но в это дело становится вовлечена вот эта девочка которая хозяйка этих игрушек но в этом самое важное там вот в этом спектакле там очень много говорят на самом деле немного чрезмерно говорят хотелось бы немножко больше действия но там есть очень важный посыл когда игрушки они все-таки побеждают эту королеву крыса королева крысом там королева и она такая ну как бы не хотели не захотели они делать крысу загнанную в угол мужчину можно понять принципе почему и королева крыса вот мы здесь всегда жили исторически тра-та-та-та и рассказывали значит истории моим детям там крысятам вот ну и девочка хватает за руку щелкунчика говорит не убивай королеву крыс потому что если ты ее значит убьешь то ты станешь человеком человеческого сердца у тебя не будет вот и дальше значит как-то естественно он потом становится человеком то есть такой хэппи-энд и самое главное что в финале вот приходит дроссельмейер значит папу отправляет работать на фабрику игрушек и там большой такой хэппи-энд и все приходят в конце все персонажи поют калявки очень красиво очень не понял дроссельмейер был дворником а он прикидывался дворником потому что знал про это заклятие он прикидывался дворником это потому что этот мальчик щелкунчик был его племянником он хотел таким образом спасти да то есть здесь очень такая ну как бы сказать здесь чем минус здесь конечно довольно много говорят и маленькие дети а тут получилось так что я ходила на дневной спектакль и там были дети до 7 лет и маленькие дети когда там эта война с крысами пошла они там плакали но там довольно страшно было там мигал свет дети так конкретно выли но вот если детям постарше мне кажется 8-12 лет то это такой полезный спектакль положительный там все в итоге все как современной психологии учат помирились там папа извинился перед дедочкой он там ее там обидел мама там перед сыном все они там вместе спели песенку и с игрушками значит вместе стали в этом новом большом прекрасном доме жить и все у них стало хорошо то есть такой очень положительный спектакль где значит учит быть именно вот таким хорошим человеколюбивым и в общем ну такие достаточно и там начинается спектакль с того что там выходит этот дроссель мир в виде дворника и знаете вообще не надо себя взрослым верить то что взрослые тоже могут заблуждаться вот и вообще как бы не всегда из моральных каких-то своих вещей выходить я не знаю сколько проживет этот спектакль честно говоря потому что так сказать ну попадись он так сказать вот тем зрителям с которым я тут ходила на другие постановки они естественно на него куда-нибудь обиженные напишут давайте я перейду к спектаклю на который очень обиделись зрители которые там присутствовали это значит мера за меру значит саша золотовицкий малая сцена театра маяковского тоже не самый мой любимый театр был всегда потому что там какие-то ставили колоссально колоссально длинные невыносимо длинные спектакли по четыре часа вы понимаете я хоть и философ но попа у меня не железная и здесь у нас произведение шекспира мера за меру тут хотелось бы немножко пояснить про текст мы с борисом сергеевичем дважды смотрели с тобой мера за меру мы смотрели с тобой постановки юрия бутуз вот такой известный режиссер значит в театре вахтангова насколько я помню смотрели мы еще где-то в петербурге мера за меру и по сути говоря но это произведение так себе комедийная история там такая что там есть герцог который за 20 лет правления распустил город которым он управляет и он уходит значит из этого города говорит меня отпуск поеду я отдыхать будет за меня править анжела мой заместитель молодой такой вообще технократ вот будет он править за меня вот но анжела у него больная тема естественно он всех блудников то есть тех людей которые занимаются сексом вне брака они значит он предлагает казнить и предлагает казнить брата значит главной героини который в принципе сексом-то занимался со своей невестой но ему никак эту невесту не отдавали потому что родители жабились на преданное вот ну и в общем значит дева ну так сказать сестра она монахинь собирается стать хочет быть монахинь живет в монастыре и в общем в итоге к ней приходит и говорят обратно хотят казнить она идет к этому анжела просить помиловать его говорит очень такие страстные вещи а анжела ей говорит что дорогая ну то есть ты мне очень понравилось это я просто сюжет пересказываю переспи со мной тогда твоего брата отпущу ну там она говорит нет как так можно идет к брату брат говорит да нет нет не надо потом ну давай давай а тот еще так сказать под дверьми вот кстати вот это прекрасная анжела под дверьми сидит герцог видите он тут с белым пальтом сидит герцог и такой прикидывается монахом и говорит ой девушка сейчас я тут вам расскажу вообще тут есть вот у нас у анжела у него была невеста он ее кинул ща мы пошлем и тра-та-та вот а в финале заканчивается все тем что как бы герцог женится над этой героиней которая должна быть монахиней вообще у шекспира на мозг я люблю шекспира это одна из самых таких ну на мой взгляд тяжелых литературных произведений потому что в финале там значит сказать герцог проводит мышеловку он главной героиней говорит потому что ее брат все таки ему отрубили голову что значит сейчас он анжела тоже убьет там и так далее и так далее вообще в принципе вот эти все две постановки я смотрела они все были с таким ну депрессивным финалом вот у вахтангу например и герцога и анжела играл один тот же человек да в петербурге там по манна ковальчук играл там тоже как-то там было немножко повеселее но тоже так вот здесь очень хорошая постановка она веселая здесь много музыки здесь много отсылок шекспира вообще такое напоминает если кто знает молодого бутусов когда бутусов у меня он там мужичку любит взять на все там сует а вот и много отсылок шекспира и нападает все комедия дэлянты ведь они все немножко такие все крашены в белый цвет задумано и естественно в итоге чтобы понимали героиню все тогда достают что она берет у нее с самого начала с собой зажигалка и ее брат в красном передает она берет бензин обливает значит всех бензином таких вот неприятных развратников которые до нее домогается спектакль и поджигает спектакль и хорошо поставлен поставлен очень динамично всего идет два тридцать то есть ну час двадцать там час 10 да вот там и перерыв 10 минут весело много отсылок естественно таких про власть там много говорят но все статами шекспира там нет никаких никаких таких вещей но мне страшно не повезло с публикой значит со мной были я не знаю кто это был как они вообще там оказались почему они в этот театр пришли такие знаете состоятельные люди которые не умеют думать после этого спектакля уважаемая публика я позвонила борис сергеевичу и с таким надрывом голосе спросила папа вот как ты смиряешься что вокруг много тураков что мне ответил папа какой он дал мне детический совет какой ты дал мне детический совет я просто ответил сказал что я вот недавно получил разрешение на покупку еще одной винтовки да ну вот это видимо был ответ но там сидела публика начинается еще спектакль с того что на сцену выбегает семь человек в нижнем белье в масках и как бы вот так начинает приставать главной героине да то есть они начинают трогать она от них прячется и иногда еще несколько раз они появляются в течение спектакля только их уже обычно шесть а герои или героиня которые не трогают седьмой надеюсь для самых тупых понятно что это изображается семь смертных грехов или шесть смертных грехов которые терзают героя потому что седьмой грех похоть это обычно вот тот мужик которого все эти там герои трогают они там трогают этого анжела прекрасно здесь играет такой вот это беленький беленькой красный прекрасно че очень симпатичный не симпатичную все все здесь очень молодые насколько я понимает какая-то была их студенческая постановка очень все хорошо играет динамичном текст хорошо знают прыгают бегают в этом сейчас например большая проблема оказалось большие в театрах это текст актеры не знаю тут несколько раз в рамте говорили что знаете тут будет хороший спектакль хорошо поставили но актера пока еще текст доучили. Вот как доучат, иди туда. Хороший спектакль, сказали мне добрые люди. Ну и так, знаете, вот я бы рекомендовала спектакль для просмотра, но проблема в том, что сидела публика и говорила, как? Зачем эти трусы? Вообще, что это такое? На Дностровского ходить. А там они сидели в первом ряду и корчили такие рожи. И со мной сидела парочка, тоже, боже мой, боже мой. Я думаю, что плести тебе не нравится. Встань и уйди. Зачем сидишь? Билеты там недорогие, еще раз повторяю, в пределах тысячи рублей стоили эти билеты. Встань и иди, как завещал нам Господь наш Иисус Христос. Нет, эти, значит, люди, они там сидели до конца, ели хлопали. Единственное, что через, ну там всего какой-то, наверное, со мной дядюшка, которым я все время оттаптывала, значит, его, значит, несчастный пиджак, но он так, в принципе, сидел ножкой, по крайней мере, в такт музыке он дергал. Так что мы ему поставим четверку с плюсом за хорошее поведение. А через него сидела женщина и она, как и я, смеялась шутка. Она там узнавала Шекскира, там уж один из таких вот заседатаев публичного дома, вот он тут такой вот в белом здесь стоит, значит, да, это в сером, а в белом полицейский. Он читал, гамлеты, быть или не быть, вот в чем вопрос, смириться перед армией судьбы или оказать сопротивление. Прощай, прощай, и думай обо мне, да. И она так смеялась, она хохотала. В общем, аплодисменты были жутко жидкие. И, короче говоря, я в итоге на улице эту женщину догнала. И говорю, знаете, спасибо, если бы не вы, я бы, наверное, после спектакля ушла недовлетворенной, потому что хоть с кем-то я смогла, значит, вступить вот, ну, понимаете, да, почему люди ходят в театр? То есть ты с кем-то вступаешь вот в эту вот эмоциональную связь, когда вы все как затаились, как один смотрите на эту сцену, вы смеетесь, плачете, и у вас одинаковые эмоции. Ну, кстати, вот я думаю, надо будет, я сегодня разделю, потому что еще два спектакля, которые я в Театр 13 посмотрела, на их малой сцене. Я сегодня не буду рассказывать, они тоже хорошие, но про них можно рассказать отдельно, они на литературных произведениях базируются. Короче говоря, спектакль хороший, интересный и такой рекомендательный. Быстренько расскажем про спектакль «Лаборданс». Это спектакль идет в студии театрального искусства, это постановка Женовача и еще там целый, целого набора. Вообще студия театрального искусства, это такая вполне себе, ну, не то, что она прям консервативная, это не малый театр, это там не что-то, знаете, такая вполне неплохой, хороший, идущий всегда по тексту литературный театр. Я у них смотрела какое-то достаточно приличное количество спектаклей без каких-либо вещей. Ну, и тут моя подруга говорит, ну, ты знаешь, я сходила на ревизора, я буду называть его ревизором, а не лабордансом, я сходила на ревизора в студии театрального искусства. Ну, я сижу такая, да, ну, я не пойду на ревизора, я, так сказать, гоголь, ну, как бы, ну, я видела там раза три-четыре в классической постановке, например, на Машкова, ну, на Машкова-то я так не пойду теперь-то, вот, но, в общем, ну, короче говоря, не пойду я на ревизора. Вот, она говорит, Лена, тебе понравится, они там все голые, и действие разворачивается в бане. Я такая, ни слова больше, давайте мне билет, вот, и, конечно, я очень боялась, когда я шла в театр, потому что я надбоялась, что я там приду, и вот как вот с этой историей с публикой, которая, так сказать, несчастную пьесу Шекспира реагирует, она будет также реагировать на, значит, несчастного Гоголя. Но тут как-то вот удачно мне подобрался зал, там был такой дяденька один, у него была такая кладистая борода, как у главного, главного, значит, какого-нибудь, значит, главы епархиального собрания. Я думаю, ну, это точно сбежит с первого же действия, то, что там будут голые люди. Нет, дядюшка не сбежал, он был такой интеллигентной дамой, и они, так сказать, в общем-то как-то так рассуждали, там, аплодировали, в общем, довольно все было. Ну, хороший спектакль. На всякий случай, вот как вы видите, это на самом деле не совсем про баню. То есть, во-первых, это про баню, потому что в бане собирается губернатор и его вот эти все подручные, и это, естественно, напоминает какой-то современный город. Когда там вначале выходит губернатор и говорит, а может, тут война начнется, а может, и начнется, а что к нам едет, ревизор, мы не знаем. То есть полностью по Гоголю и начинаются, и начинают вот эти вот там, что как у нас медицина, плохо, там вы лечите. Зрители в зале начинали кричать и охать, потому что настолько был актуальный текст. По сути говоря, в какой-то степени они вот этого ревизора, они приводят в вариант такой античной трагедии, там очень много классической музыки, они вот этого несчастного Хлестакова сейчас несут и опустят в купель. То есть то ли как крещат, ну, крестить его, то ли как омывать, как будто как полумертвый. То есть там в середине, там баня кругом мраморная, а в середине в купель, куда они сбрасывают, ну, спиной к зрителю, сбрасываются и полотенчики, и туда дядечки залезают. Ну, тетечки туда залезают обычно такие уже одетые тетеньки. Вот они как тетеньки не раздевают. Вот. Ну, и вот это все играется. Играется очень неплохо. Это из такого, значит, что на зону, это женой городничий. Он увязывается. Там еще очень прекрасный, прекрасный городничий. Он так очень играет хорошо. И такой, ну, хороший спектакль. Но если вы не боитесь, что тут иногда вы попу что-нибудь увидите, я голых людей не боюсь. Я одетых людей боюсь. Они более обычно опасны, вот, чем голые люди. Вот. Поэтому спектакль рекомендую. Ну, и так, мера за меру я сказала. Что у нас еще осталось? А, вот. Помнишь, мы с тобой «Маскарад» смотрели? А не помнишь, где мы его смотрели? «Маскарад». Помнишь, что вы ходили, когда я маленькая была? Да, помню. Ну, это вот. Что было за театр? Вот. Но я посмотрела «Маскарад» в «Махате». Причем это оказалось премьерой. Я на премьеры не люблю ходить. Потому что премьеры обычно плохо обкатаны. Там либо слово они знают, либо динамика. Тут проседала динамика. Но, значит, это Петр Шершевский. Вообще его я рекомендую в Московском театре юного зрителя смотреть спектакль «Мария Стюарт». Он хороший. Я его, к сожалению, проболела. У меня был на него билет. У меня был второй ковид в прошлом году на него. Но пришлите мне тысячи рублей. Я схожу на него за вас. Потому что столько стоит туда самый дешевый билет, на который... А я, бедный философ, не могу себе его позволить. Ну, Борис Сергеевич, Пошли тебе 9000. А, ну, Борис Сергеевич не так. То есть можете прислать мне, я ей передам. А, вы пишите. Пошлите Борис Сергеевичу, естественно, а он мне передаст на билет. Ну, можете мне больше прислать. Вот, да. Короче говоря, это был маскарад, осовремененная постановка по Лермонтову, плюс еще по какому-то немецкому автору. Но что-то там я его не особо заметила, потому что это как бы действие разворачивается в современной Москве. Это герой Верника, значит, он преподаватель литературы, специалист по поводу Лермонтова, который преподает студентам Лермонтова. У него есть жена, которая бывшая его студентка, которая тоже преподает какие-то литературные мастерства, значит, и вместе с ним. И вот этот вот, значит, Звездич, это молодой студент, который, вот он, значит, у него есть мачеха, значит, папа, который спонсирует, значит, институт, вот где работает герой Верника, значит, и в итоге жена. Вот тут как бы, понимаете, в чем проблема? Я, простите, это не тот спектакль, про этот мы спектакль еще поговорим. Я как-то не могла в полной мере сочувствовать главным героям, потому что, ну, я не знаю, вот почему, потому что они вот эту вот истерику Лермонтова, первую, ну, как такой, знаете, у Лермонтова мир грязный всегда. И вот там есть для главного героя вот эта вот прекрасная его жена, которая в итоге он травит в финале. Потому что там в чем коллизия Лермонтова, что он думает, что его жена ему изменила, потому что она где-то в маскераде потеряла браслета. Жена у него чисто невинная женщина. А начинается все с того, что там происходит новогодняя вечеринка, и старший, звездич старший, лапает жену главного героя. Он ее лапает, она приходит домой и говорит, ты знаешь, мой милый, а я тебе хотела в прошлом году в Турции изменить с каким-то датчанином, но не изменила. Вот чего, ну, в принципе, вот то, что герой Верника такой спокойно к этому относился вначале, как там чужой чувак лапал жену, она там все от него пыталась как-то вот отойти, чтобы он его не трогал. В принципе, я такому чуваку бы рекомендовала изменить, а лучше с ним развестись и выйти замуж у другого. Но, как говорится, мне о моем имени никто не спрашивал при создании этого спектакля. Поэтому вот история, что там, ну, то есть все очень современно. Звездич младший, вот этот вот юноша, он играет, значит, в покер. Звездич, значит, главный герой ему помогает отыграться. Потом он думает, что вот этот вот браслет, видите, тут на руке главный герой не браслет, значит, вот она потеряла, он там на маскараде, который, видите, широко закрытыми глазами Кубрика воспроизводит, с ним переспала, тра-та-та. А это на самом деле переспала с ним его мачеха, ля-ля-ля. И вот, вот это удивительно, что самый прикол в том, что там главный герой проходит все стадии, значит, он ее там пытается поколотить, потом пытается подепрессировать, посмотреть Белоснежку, потом пытается напиться, потом пытается утопиться, потом приходит полиция, значит, проверяет документы, потом он приходит к этому младшему звездичу и пытается его поколотить, придушить, потом валяется на кровати, потом возвращается домой, а потом трезвеет и приходят в университет преподавать урок о Лермонтове. И они вот с этим Звездичем младшим разыгрывают вот этот вот диалог из последней части «Маскарадо», где Арбенин, он, так сказать, бьет Звездича по лицу, и у него теряется честь. Они там обсуждают, есть ли в современном мире честь. И вот это самая лучшая часть спектакля. В принципе, можно приходить сразу на второе действие, потому что первая часть у них пока плывет. То есть вот это вообще проблема современной, ну, вообще всего современного, то, что вот это вот, ты смотрел же этот, как его, про физика фильм, как он назывался? «Оппенгеймер». «Оппенгеймер», да. Тебе он понравился, честно только? Ну, «Барби» интересна. Ну, вот, а почему «Барби» интересна? Потому что «Барби» динамична. А вот это «Оппенгеймера», значит, там сама... «Оппенгеймер» — это попытка сделать некий исторический фильм об вот этих вот событиях. Причем автор не очень в эту историю вовлечен. Там какие-то есть явные натяжки, вот это вот испытание какого-то там обжатия плутониевых ядра, какой-то такой юмористический эксперимент там ставится. Потом там какая-то очень серьезно обсуждается, не начнется ли цепная реакция в атмосфере. Ну, это, ну, понятно, физики не могли такую глупость обсуждать. Так сказать, бредовые совершенно... У него в прошлый раз, там, в прошлом фильме «Заданный наперед» народ ходил. Ты чего? «Заданный наперед», там у них в другую сторону время шло. Ну, это да. От Кима Генни, Нолан Генни. Не знаю, мне у Нолан Генни нравится только один фильм. Ну, ладно, два, три. Значит, там про Бэтмена что-то он делал, и вот это начало. Все остальное мне не нравится у него. Ну, так сказать, вот этот... Мне такой понравился в «Опенгеймере». Вот начало сказка, и вот про «До как они заданный наперед» ходили, тоже сказка. А тут-то как-то, ну... Не хватает ему материала для того, чтобы это оживляж сделать. И он этот оживляж делает якобы из физики. Напрасно он это делает. Он делал бы оживляж. Мне нравится, как там «Опенгеймер» видит. Сначала он пытается отравиться его учителя. Почему-то с акционистым калием. Это что, реально была история? Он пытался там кого-то травануть. Он тоже мне, блин, этот герой мира. А во-вторых, типа он сидит, и перед ним плывут какие-то кривульки перед глазами. Это он типа так физику представляет, квантовую. Просто я понимаю, что это, конечно, человек-муравей всех покусал, но история-то в том, что я вот в этом году съездила в Дубну. Я хвастаюсь. Я была в Дубне. Я была на атомном реакторе. И я там видела физиков-теоретиков, таких очень высокопосталных, скажем так, настоящих, крупных, крупных во всех смыслах. И физиков-практиков тоже таких хороших. И они как-то не выглядели, вот, ну, тем, есть такое слово, так сказать, ебанько. Вот там Оппенгеймер, он этому слову соответствует там на протяжении всего фильма. А вот там как-то люди такие, ну, нормальные. И вот этот самый Пантикорова фотографии всякие там висят, и все остальные такие все живенькие. Я думаю, что сам оригинальный Оппенгеймер был не таким вот звезданутым. Он был, ну, вполне себе, видимо, таким хватким человеком. Но, ладно, вернемся, короче говоря, ушли мы туда, что мы не любим. Вернемся мы к вот этому, к маскараду. В финале главный герой приходит и ест с женой мороженое коровка из Кареновки. Не знаю, это он каждый раз одно мороженое ест. Прикол-то в том, самое интересное, как у каждого публика. Я, естественно, сидела на каком-то там последнем льду бакона, куда почему-то пришли две таких очень состоятельных женщины. Все в Оф-Сен-Лоране, таком натуральном. Со мной все сидели. Сидели мне два действия. Все два действия отсидели. Все очень что-то вежливо, все хорошо реагировали. А самое главное, что это было в день рождения Верника. И весь портер почти был пустой. Потому что все друзья Верника, которых он туда позвал, они первую часть где-то пили. Кого-то я там видела. Не знаю, кто это была. Мы, так сказать, запутались с тем, кто это. То ли какая-то певица была Вайнга, то ли какая-то актриса. Я не знаю. Мы не смотрим российские телевидения с миллениума, так сказать. Поэтому мы не смогли понять, кто это была. Но потом вот на второе действие портер запомнился. Там мне там бесировали. А прикол в том, что в коридорах театра уже накрывали столы. Я поставлю спектакль вот такой четыре с минусом. Я думаю, что пройдет пару спектаклей. Они его отыграют, откатают. И вот это вот действие, вот это вот самое классное действие, это где они там говорят о Лермонте, во второй части оно станет более центровым. И будет хороший спектакль. Такой нормальный, хороший, приличный спектакль. Однако никому из персонажей сочувствовать в этом спектакле невозможно. Потому что, ну, какие-то они все вот говорят, что хороший спектакль у этого Вахтангова. Но он уже старый, маскарад, там уже почти 10 лет. То есть, как бы, ту минус ставил. Не знаю. Не видела, не могу сказать. Ну, так сказать, хорошее, господа, закончилось. И начнется плохое. Начнется Богомолов. Богомолов – это, для тех, кто не знает, муж Ксении Анатольевны Собчак. Я за деятельностью Богомолова слежу уже давно, когда он еще был молодым, значит, режиссером, ставил в Петербурге. Короля Лира, например, у него смотрела, где у него были реверсивные роли. Вот. И помню, я как на него православный хорок веносцы. Значит, он в Махате, в Махате Чехова ставил. Я его часто видела, значит, вот в этом переулке. Он забегал там в кафушку, брал бутерброды и бежал, видимо, на репетиции. Вот. Ну, и я у него. Мне, в принципе, нравились его спектакли. Хотя местами он там повторялся. Ну, вот мне не нравились Карамазы, например. Да. Ну, вообще, у него были хорошие местами спектакли. Пока не случилась одна история. Я пришла у него на спектакль «Мушкетеры» в Махате. И, в общем, славила после этого спектакля настоящий депрессивный эпизод. Вот у меня обычно тревожный эпизод бывает в жизни. А это был настоящий депрессивный эпизод, который у меня длился две недели. И если бы, так сказать, Николай Каледа, который привел Ричард Третьего, хотя я совершенно не шучу, мне пришлось... Не Ричард Третьего, простите. Он привез... А, нет, да, Ричард Третьего, да, он привозил. Мне пришлось бы, наверное, идти за таблетками к врачу. Настолько он меня это подавил. У Богомолова две проблемы. Первая проблема, если текст, который он ставит, немножечко слабый, он, ну, так сказать, видимо, как он, по-моему, выпускник силфака. В нем просыпается графоман, и он этот текст превращает в порнографию. Если текст более или менее сильный, он аккуратно его ставит, как-то его обделывает под собственный вариант. И вы знаете, как в этот момент, когда на спектакле «Мушкетеров», я поняла одну вещь, что Богомолов очень не любит людей вообще. И одновременно у него какие-то очень странные отношения к женщинам. Я просто поясню. Вот, например, есть такой тоже, вот, Бутусов, режиссер, у него вот всегда героиня, вот даже если там она как-то не прописана в спектакле, то вот она все равно, вот он как-то про нее сделал. У него, например, были разбойники Шиллера, где все роли играли женщины. А интересно то, что у Богомолова был спектакль «Король Лир», где короля Лира и, значит, играла женщина, а всех его дочерей играли мужчины. Ну, такая была реверсивная история. Ну, прошли пять лет. На Богомолова я больше не ходила. Борис Сергеевич, мне закончить или ты будешь спать? Не-не, я слушаю, просто я снял очки, а в очках я ничего не вижу. В очках ты ничего не, без очков ты ничего не видишь. Ну, короче говоря, тут мне говорят, поставил, значит, господин Богомолов Таню Арбузова. Вот. Ну, а вообще у меня есть такая небольшая любовь, у меня есть любовь к советским пьесам. Их вообще я очень мало смотрела, ну, имела возможность смотреть, по причине того, что их почти не ставили. Сейчас я тебе открою вот этот вот экран. И, в общем, папа, помнишь, ты меня водил на волшебный сплав? Да, да. Да, вот мы ходили на волшебный сплав. Еще я ходила, значит, по Кремлевские куранты, где они поставили в таком комедийном варианте. И вот тут, значит, опа, ну, они тут пот пытаются. Вот. Ну, и он поставил Таню Арбузову, такой крупный классик. Я чуть-чуть спектакль Тани. Спектакль Тани о женщине, которая влюблена в молодого человека, живет с ним, потом понимает, что он ее не любит, он там влюблен в начальницу какой-то домной, но это производственный роман. Она уходит, она беременна, у нее ребенок. Ребенка она теряет от ТИФа, она сама не доучившийся врач, доучивается. Не от ТИФа, а от... Это, господи боже мой. А скарлатина? Не скарлатина. Как? По-моему, от скарлатина она теряет. Нет? Нет, ну, когда горло-то распухает, забыла как. А, ну, я поняла, который у Чехова он там через трубочку подышал и помер. Да, да, да. Ну, вот мы поняли о чем. Значит, и она там едет в какой-то север, и там она с ним снова встречается. Ну, он ставился, во-первых, этот спектакль очень был популярным среди шестидесятников, потому что... Ну, как постановка, очень такая скупая. Его когда-то ставил Эфрос, это было... В кино его ставил. Вот я видела как раз Путаню, она такая прям совсем шестидесятническая. И это такой спектакль, очень такой недлинный, без антракта, по-моему, очень большое количество проекций. Ну, тут, понимаете, так сказать, до самых... Ну, в общем, пик нашей, значит, современной русской театральной сцены это Кэти Митчелл десятилетней давности. Опа, у меня, извините, какая-то реклама вылезает. Вот, Кэти Митчелл десятилетней давности. Вот, к сожалению. И, ну, проекции... Немножко все так... Проекции это на экран проецируют что-то? Там просто их снимают камеры, и они на задний фон показывают. Ну, вот эта вот вся история. То есть, понятно, крупный план показывают. В принципе, я скажу так, Таня мне понравилась. Ну, не на сто процентов, там местами были такие не совсем понятные длинноты, но хорошо сделаны. И тут подружка моя... Дифтерия, дифтерия умерла. Дифтерия, да. Подружка моя говорит, Лена, у меня у мужа работа, а я хотела пойти с мужем на спектакль Вероника Богомолова, который поставлен по моей любимой пьесе «Розово, вечно живые». Почему это моя любимая пьеса? Давайте сейчас я вам это немножко тоже покажу. Значит, вот он, Виктор... У нас Розов. Виктор Розов. Да, Плотов. И Виктор Розов вообще был удивительный человек. Он был, по-моему, из Костромы. У него... Он был такой болявый, но во время войны он пошел, значит, добровольцем на фронт, там был ранен, вернулся в Костромов в 1963 году. Он пишет такой первый набросок своей пьесы «Вечно живые», который через 15 лет после этого переделывает сценарий для Михаила Калатозова, тоже известного режиссера, и ставит великий, вообще, я считаю, фильм антивоенный, который называется «Летят журавли», который, естественно, в Каннском фестивале получает какие-то большие премии. Вот, все замечательно, все прекрасно. И тут с чего еще надо сказать, что именно с этой... Но его сильно переделали для «Летят журавли». Они добавили просто вот эту вторую часть. Там «Вечно живые» это был, ну, скажем так, стартовый спектакль театра... Театр «Современник», стартовый спектакль «Современник», где играет там Олег Ефремов, где играют там все вообще звезды этого театра, и Галина Волчек, и все-все-все-все-все-все. Есть в интернете Марина Ниелова, спектакль этот можно найти, он прекрасный, я его миллион-двести тысяч раз смотрела, Кваша играет, я всегда в финале плачу этого спектакля. Мне, кстати, театр уже не очень нравится, что стоит такой вот, там немножко, ну, такая чрезмерная, вот это такая вот, связь с современностью там. Ну, связь с современностью и здесь тоже есть, там не то, что связь с современностью, там просто вот, там много вот этих поэтических вот этих вот журавлей, крупных планов, такое немножечко вот итальянское кино. Ну, кино, кино, тогда так делали, да, сейчас так носят, как говорил героиня Ниелова, сейчас так носят. Я люблю вот постановку Нефремова, я ее много раз смотрела, хорошо я знаю текст более-менее, и, в общем, я пришла на спектакль «Богомолв». Ну, в общем, где-то там я крикнула что-то во время спектакля, и я ушла, не аплодирую. Я обычно так не делаю. Ну, стараюсь, по крайней мере, все-таки хотя бы поаплодировать, хотя бы первые три минуты, а потом уже убегать, если там не какие-то срочно там электрички куда-то, или там, я не знаю, тошнит меня, да. Вот. Во-первых, интересный момент в том, что вот эти вот, так сказать, спектакль, сейчас я попытаюсь найти его, замечательный спектакль «Вечно живые», который Вероника называется, он играется в тех же, ау, кстати, вот они тут тоже сейчас, вот он тут играет, Ефремов с Ниеловой, значит, «Вечно живые». Ну, по-моему, Ефремов с Ниеловой, это был Олег Дальдар с Ниеловой. Да, 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 с Ниеловой там еще и Ефремов будет. Короче говоря, нет у меня этих фотографий, видимо, а, вот она у меня, вот эта фотография, по-моему, сейчас будет, из этого спектакля, а вот с Белкой, с Белкой, ну, что ты не открываешь мне Белку, ну, кроме Белку, где она, вот эта Белка. Ну, ты очень много открыл бы, да, вот он Белка. Вот эта Белка у нас открывается, и, ну, во-первых, играется спектакль в тех же декорациях, что играется, значит, Таня, там 100% в тех декорациях, ну, окей, если вы решили делать, например, как бы такую, ну, трилогию, может быть, какую-то еще советскую пьесу, понимаете, в чем история? Вот у Розова, даже в оригинальном его тексте, очень сильно чувствуется человеческий и антирогий, военный пафос его работы. Богомол в прошлом году сказал, что его театр не будет участвовать в премии «Золотая маска», потому что премия «Золотая маска», дескать, она вся такая иногенская. Премию «Золотая маска» закрыли, потом открыли, потом решили сменить всех, значит, отборщиков, потом поняли, что никакой дурак в Лесосибирск не поедет смотреть телевизоры, вот, а надо бы, потому что тут Лесосибирский театр я смотрела очень хороший, и пока оставили, что как есть. Вот, но за этот спектакль господин Богомолов, видимо, собирается получить государственную премию, и, возможно, какой-нибудь еще один театр ему дадут. Ну, как шутят театральные критики, вот. Жить, жить, жить. Ну, понимаете, начнем с того, с двух вещей. Если вы откроете спектакль Ефремова, «Вечно живые», то вы увидите, насколько там большое разнообразие советских типажей, и богатые тетеньки, и вот эта вот главная героиня, такая вся чувственная, чувствительная. В чем проблема Богомолова? Я вот уже наконец-то поняла. У Богомолова какие-то проблемы с женщинами. Причем его нельзя назвать, что у него проблемы, как у гомосексуала. Он их просто не понимает. Ну, как бывает, тут режиссер, он женщин... Сейчас мы его выведем на чистую воду. Да, то есть он бывает, что он женщин как-то не понимает, ну, и как-то вот их делает, как, знаете, такой какой-нибудь как Крестобаль Баленсиага, такая вся шикарная, красивая, такая звезда. Ну, вот обычно таких дивы делают, да? Ну, здесь не эта ситуация. Я не знаю. У него единственная есть вот эта вот героиня. Значит, история о чем? История о том, что, значит, молодой человек и девушка, значит, июль 41-го года, у нее день рождения, он дарит ей подарок белку и, ну, вернее, просит передать там родителей, бабушку и папу, и говорит, и уходит добровольцем на фронт. Остается, значит, здесь семья. Это папа известный хирург, сестра тоже хирург, племянник, который музыкант, бабушка, ну, и бабушка, да, и потом еще в эвакуации появляется соседка, у которой сын с войны. Значит, вернулся раненый. Вот Кваша его прекрасно играет, такая просто роль там просто... Играл, играл. Играл, да. Вот можете просто посмотреть, как там вот играет Кваша, и как у него вот за секунду меняется лицо просто. Знаете, у меня аж, не знаю, у меня аж сына прям идет, как вообще, как мне нравится этот спектакль. Он, конечно, тоже немножко чрезмерный по эмоциям. Ну, то есть, извините, 60-е годы, 70-е, что вы хотите, как бы тогда так играли. Вот здесь, значит, вот все женщины, они такие все серые, в таких вот серых платьицах, все героини, вот кроме там одной, которая спекулянша. Вот они там две, такие, они с яркой красной помадой, как у меня, я вот специально, что я в ночь-то, в час ночи, я крашусь уже в два, потому что, значит, ну вот как-то вот хочется мне скорее на них быть походя. Вот эти все положительные героини, они не имеют никакого, никакой персонификации. Начнем с этого. То есть, они напоминают вот этих вот главных героинь последних успешных подростковых фильмов последних лет, типа «Сумерки», совершенно никакая, и вот эти вот там героини каких-то вот там после или что-то еще, то есть у них вообще нет тут ничего, то есть одно от другой не отличишь никак. Они все такие вот в сереньком и так далее. Значит, и в чем там еще история, как бы теперь мы так бы смотрим. Ну, во-первых, Богомолов везде ставит, я буду говорить аккуратно, да, ставит песню, значит, что был убит там где-то под Донецком парень молодой. Ну, у меня вообще там это дедушка пел эту песню, что там та-да-да-да-да-да-да-да-сейпь широкую был убит за родину парень молодой, только ветер волосы. В песне, как он пришел на шахту, да? Да-да. А потом подубит, значит, Рано и трусы е, только их любимая теребит рукой. Вот, но дедушка эту песню пел, там везде эта песня про донецкого парня, потом, значит, там как объявляется война, там вдруг внезапно идут солдаты и песни «Вставайте люди русские». Вот знаете, честно хочу сказать, это, по-моему, из Александра Невского песня, Но я просто для людей, кто не знает, я очень много в юности своей провела во всяких кружках театральных, которые организовывали всякие театральные постановки 9 мая. И всякие у нас были театральные постановки, пели мы военные песни, я знаю в большом количестве, это самый большой запас разных песен, песен Высоцкого, песен с всех лебедей, кумачей и так далее. Вот эту песню «Вставайте, люди русские» я не помню, чтобы тот когда-то использовал. Я, честно говоря, ее в каком-то таком советском. Но сложная для исполнения точно песня, она такая нераспевная. «Вставайте, люди русские» Такая-то оратория от слова «рус». Ну, короче, никогда я не видела, чтобы ее использовали где-либо. У меня, знаете, у меня было более 15 всяких таких вот концертов, там одних только этих у меня было. Я понял тебя, да. Как это называется-то? Где там про девушек-то, которые в разведке были и всех перебили в конце? Это называется, они были не в разведке, они были зенитчицей они были, а зенитчицей, да. В одном только спектакле «Азори здесь тихий» я в двух играла. Только я никого, я там играла бригаду, которая песни приезжает петь, я пела. Ну, короче говоря, вот это вот вся идет история, значит, и как-то вот мы, так скажем, с моим, так сказать, или с моей, давайте не будем ничей полу уточнять, да, с кем я там была, ну, с подругой я уже сказала, да. С моей подругой я начинаю как-то вот, ну, говорю, ну, как-то вот, да, ну, намеки, ну, как бы, что он имеет в виду, ну, да, ля-ля-ля, и вот, так сказать, мы сидим, второе действие началось, и там, значит, есть сцена, где вот этот вот молодой человек, который здесь сидит, это вот тот самый племянник, и его дядя узнает, который якобы пианист, да, который якобы пианист, да, который уже плохо играет, узнает, что его племянник откупился от мобилизации, да, прям так это и говорится, вот, и там сидит этот вот Боря, который, значит, сын соседки, который раненый, приехал с фронта, и, значит, дядя начинает его стыдить и говорить, что Боря, вот ты Боря, вот Боря, ты пошел на фронт, и понимаете, в чем прикол? Вот если вы читали пьесу, я ее читала много раз, если вы смотрели спектакль, спектакль, где играет Каваша, когда этот, ну, чувак начинает, ну, Ефремов, да, вот этот дядя начинает стыдить и отбращаться к Боре, Боря очень теряется, и как-то, понятное дело, что не очень ему там понравилось, и он начинает долго-долго говорить, описывать, как вот, ну, знаете, как вот человека, он в стрессе, а он правда в стрессе, его спросили, и он начинает там рассказывать, как там, значит, он долго-долго, как он, значит, там, его там портянками учили пользоваться, как чего-то там еще, как еще, и как вот он был маленький, он еще ничего не знал до армии, и так далее, и так далее, и так далее, вот, и потом, в общем, дальше эта история выплывает с погибшим, значит, сыном дяди вот этого, да, то есть он рассказывает, что его спасли. Ну, еще там говорит, а что здесь делать богомол? Он режет текст, и Боря говорит, а что, говорит, я до армии знал, а ничего, говорит, я до армии не знал, а пришел в ванную, и так там хорошо. С какими там хорошими людьми познакомились, и какими же, какими, значит, мы с хорошими там делами занимались. Тут на весь зал я сказала слово «сука», очень громко, все заборачивались, но так как было темно, и я сидела очень далеко, меня не пошли вытаскивать с балкона. Ну, для тех, кого не знать, у меня дедушка, так сказать, значит, прошел всю войну в дникоотечественную, разведчик полковой. Иван Тимофеевич Пожарик, у меня много есть видео. Вот, весь такой выдающийся. «Рассказ за деда Ивана» называется. Да, посмотрите, «Рассказ за деда Ивана». Вот, меня начинает трясти просто вот такой вот тряской, но это еще не самое худшее, представляете, это еще не самое худшее. Заканчивается там эта история, то, что они снова в Москве, там Боря пытается к этой главной героине, к Белке подкатывать, она ему говорит, я там буду помнить вот там, значит, погибшего, потому что вот я его люблю, и он для меня будет вечно живым, вот я там зря там ля-ля-ля, вот. И, в общем, она как бы все уходят смотреть в салют, а она вот остается, и мы видим ее такие большие глаза, и у нее в этом нас смотрят, вот туда, и вот, и дальше показывают нам вот эту могилу неизвестного солдата, да. Там, значит, в этом, в Кулатозово, там, значит, она тоже приходит встречать вот этих вот с войны, узнает все-таки, что точно он погиб ее, жених. Вот первая, и она тоже вот это все говорит. А тут остается бабка, вот эта вот, которая мать, значит, этого хирурга, и говорит, а ничего, говорит, война, говорит, кончится, и все, говорит, добудется, все, типа, будет хорошо, типа, как раньше. Оказалось, что он как-то, так сказать, расставил акценты по-своему, да. А понимаете, в чем проблема? Самая страшная в этой ситуации. Я понимаю, что если это какой-нибудь бы ставил, ну, я не знаю, ставил бы это, я не знаю, какой-нибудь Машков, if you know, what I mean, кто знает, тот знает. Я думаю, что он бы лучше поставил. То есть, понимаете, чтобы вы понимали, я смотрела фильмы, поставленные на деньги покойного человека по фамилии Пригожин. Они сделаны нормально, они сделаны, так сказать, таким, ну, посылом, таким нормальным посылом. Здесь мне посыл был не до конца понятен по той еще причине, что Богомолов ненавидит своих персонажей, он над ними издевается. Это, знаете, что напоминает? Напоминает, как собралась вот эта группа богатых людей, то есть, типа, я вот, да, который сижу в зале богатых людей. У меня просто подружка, она как-то была на спектакле Богомолова, это была премьера еще до первого показа, и там была вся вот эта вот элитная публика. Там, Яна Рудковская, Авербух, и Богомолов показывал свой спектакль. Они нифига не понимали, что происходит, и весь вот так вот, все действие вот так вот ворочали головой, значит, и вот эту вот историю тоже не воспринимали. Вот я вот тут сижу, то есть, он создает так, что я себя ощущаю Яной Рудковской, ну, я просто в два раза больше вешу, чем Яна Рудковская, это довольно неприятное ощущение. То есть, ты потеряла пол своего веса, значит, сидишь ты, и вот тебе как бы вот, ну, то есть, тебе даже не предлагают вызвать никакого сочувствия. То есть, ты как бы должен воспринять это как некую данность, что вот эти вот серые мыши, вот этот вот мусор, вот эта вот такая хтоническая низкопробная тварь, она заслужила то, что ей досталось. Мы на нее посмотрим, а потом все забудется. Ну, она со своей белкой там будет сидеть, а остальные просто помрут, ну, или вернутся и будут тихо себя вести. Ну, меня, конечно, это вызвало спектакль огромное, очень неприятные вещи, просто еще, так сказать, оказалось, что в зале сидел один мой такой дальний знакомый, вот, я ему там написала, я увидела по социальным тем, что он там был. Мы себе спектакль обсудили, он небольшой театрал, ну, просто, так сказать, вот пришел на этот спектакль, да, вот, даже не знаю, в принципе, на что идет. Но он тоже, так сказать, мои опасения разделил, хотя, так сказать, его нельзя отнести к какому-то такому либеральному крылу или там к какому-нибудь еще, он скорее такой, знаете, национал-патриот. Да, он скорее такой национал-патриот в прямом смысле этого слова, как сейчас положено. Вот, и, в общем, вот это вот, конечно, спектакль, ну, после этого спектакля я решила, что, знаете, на Богомолу я больше не пойду. Тут больше картинок не будет у тебя в показе? Да, больше, ну, вот, я не знаю, там могу показать еще Арбузова, вот, могу показать еще Розового, вот, могу показать еще Колотового. Ну, тут сейчас еще картинки, вот она, там опять эта вся история, вот она летят журавли, вот она летят журавли, вот она Таня, вот, то есть, ну, вот она, опять же, Вечно Живые, Вечно Живые, вот, но это вот все ревизоры. Картина, наверное, больше не будет, так что можешь отключать у меня демонстрацию экрана. Не тебя, а демонстрацию экрана, да. Да, просто отключи демонстрацию экрана, вот, ну, так сказать... Ну, что, мне можно резонировать, да? Резонировать, да, и просто у меня еще есть несколько спектаклей, они тоже про Вторую мировую войну, но я думаю, что мы их просто обсудим в следующий раз, если зрителям понравится, потому что они по книжкам сделаны, да. Значит, я что хотел сказать, у меня такое есть развлечение тихое, я иногда там задаю какой-нибудь вопрос, ну, с молодежью, студентом, вот, кто-нибудь там расскажет. В разное время у меня разные были вопросы, я начинал с вопроса, в каких отношениях были святая Ольга и святой Владимир. Самый хороший ответ был, у них были чисто оплатонические отношения, они же святые, да, имелось в виду, что она бабушка, а он внучка, вот эти отношения имелось в виду, вот. Потом я нашел вот замечательный вопрос, куда Волга впадает, это вообще чистая ноль. А сейчас теперь новый появился у меня, я спрашиваю, кто такой Шекспир? Ну, это песни писал, там что-то такое был Шекспир, итальянец он, естественно, вот. Ну, правда, вот сегодня меня порадовали, он был англичанин, правда, с девятнадцатого века, вот. Ну, и написал Гамблит. Со временем они сказали, что у меня тут дети, они знают, тут такой Шекспир, мои-то детишки, но они средние века не знают. Когда у меня развлечение, я спрашиваю, когда были средние века, между чем и чем, но средние века, это был век восемнадцатый. Да? Девятнадцатый, семнадцатый, но потом как-то пятнадцатый. Вообще расстановка времен очень затруднительная, потому что у нас так вот по советской номенклатуре это заканчивалось с буржуазными революциями в Голландии и в Англии. То есть это был семнадцатый век, середина. А по общепринятое на Западе, а теперь и у нас, это падение Константинополя. Тысяча, тысяча пятьсот, тысяча четыреста пятьдесят третий год. Ну, у меня заканчивается лично, мои средние века, они начинаются с падения Рима, там четыре семьдесят пять, по-моему, был год, когда он там пал. И заканчивается, когда Джотто умер, там тысяча триста какой-то. Джотто это последний художник эпохи, ну так как я всё-таки искусством занимаюсь, последний художник эпохи Средних веков и первый художник эпохи Возражений. Когда вы его видите, вот у него есть триптих, где одну часть он писал, а две неоны. Вот там прямо вот видно, где Джотто писал, а где вот эти вот безымянные мастера Средневековья. Вот он уже вот исключительный. Ну, да, да, развлекаясь. А Шекспир, конечно, он Гамлета написал, ну, молодцы. Нет, ну, сказали, что Гамлета написал, ну, это такие самые продвинутые Гамлета. Кого-то ещё они вспомнили из него? Ромео Джульетта. А? Ромео Джульетта? Да, 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 Ромео Джульетта, всё, больше ничего. Король Лир, это всё ушло в песок. Ну, хоть что-то помнят, да. Ну, правда, он 19 век персонаж. Ну, со временем плохо. У меня про цари там, слушай, у меня был Николай Второй, Сталин, потом сказали Путин, потом подумали, сказали Ельцин. После Путина или перед Путиным? Нет, всё-таки сначала был Ельцин, потом Путин. Сразу после Сталина. Да, значит, у нас был как это? То есть Николай Второй, Сталин, Ельцин всё-таки, всё-таки Ельцин, Путин, потом Путин. Про Медведево не вспомнили. Нет, они про Медведево уже не вспомнили. Там были попытки Ельцина снова куда-то поставить. У меня малютки, там 15-16 лет, 17-18-19, мелкие ещё. И Путин, то есть всё, у них вот такой сюжет. Вторая мировая война, кстати, никто не... А, ну, ха, у меня в этом году вопрос. Я спрашиваю, что такое Освенцем? Помните, лет 10 назад был такой, значит, большой скандал? Блокост от клей такой обоиный, да? Блокост от клей для обоев, да. У меня не знают дети, что такое Освенцем, что такое Терезенштадт, там, всё вот эти вот вещи. Я поняла, на кого можно давить. Я говорю, а вы смотрели мальчик в полосатой пижаме? Они говорят, да. Ну, вот, типа, вот тут выстраиваем какой-то коннект. Ну, я всем, конечно, рекомендую там какой-нибудь список Шиндлера рассказать, там, тра-та-та, там, чуть про Девятаева рассказывают, там, ещё что-нибудь, там, про вот эту историю, за что вы сидите, а мы евреи, значит, тролливали. Я сейчас напомню, Девятаев, это советский лётчик, он был в плену, и он вместе со своими, так сказать, со-заключёнными, со-сидельцами угнал немецкий самолёт и, значит, вернулся сюда, да. Да. А второй, это как-то что-то, а, за что сидите, да, но это известная история, когда, значит, американцы пришли в Европу, вот, освобождают они концлагерь и спрашивают, вы за что сидите? А они говорят, а мы евреи, да понятно, сидите-то за что? И они были очень удивлены, что они сидели просто за то, что они евреи. Ну, в общем, Гроссман, чёрная книга, и у меня тоже дети, я говорю, а вот зачем, ну, американцы атомную бомбу на Японию сбросили? Ну, потому что они американцы. Поэтому, конечно, там у него бомбы и бросают. Я говорю, потому что, говорю, вот, вот, смотрите, как бы, я им там открывала, у меня есть эта доска, я говорю, посмотрите, вот, видите, Калифорния, вот, видите, где кто там граничит по воде с Калифорнией? Я говорю, Япония, а что Япония сделала? Аниме? Я говорю, нет, говорю, они, говорю, вот, значит, как-то... Понятно, понятно. Остров, ну, это место называлось на Гавайях, они разбомбили Пёрл-Харбор, значит, Америка вступила в войну, и как бы Германии, значит, ну, они-то мало, им Германия не особо сильно волновала, до Германии далеко было, а вот эта вот штука Япония, там можно просто, ну, баловаться, высаживать десанты на какую-то территорию... Германия, кстати, сгорячо объявила войну в Америке. Да, по-поглубке. Конечно, Гитлер очень напрасно это сделал, а этого очень хотел как раз американский президент, чтобы воевать с Гитлером. И очень сильно хотел Шерчель, конечно, этого, потому что... Нет, он сам хотел, нет, дело в том, что Германия приобретала слишком большой вес, ей не могла противостоять, значит, Великобритания, ясное дело, да, вот, а его не устраивало, Америка не устраивала, что в мире появится такой вот противовес ему, как гитлеровская Германия, она действительно была мощная, ведь есть разобраться, понимаете, вот мы не очень понимаем, с каким, так сказать, какого монстра мы тогда победили в 45-м году, ведь вплоть до осени 44-го года они продолжали наращивать производство, не только военное, но и гражданское, что удивляет, а их бомбили, 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 ну, собственно, с 40-го года уже активно бомбили, вот, а они наращивали производство до 44-го года, когда они уже стали терять уже западные территории в Европе, когда уже Францию потеряли, когда уже в Голландии были англичане, вот, вот до этого, когда уже в Рурб вторгались американцы, вот только тут они стали сбавлять производство, представляете как, плюс к этому они бы напридумывали всяких новинок, если бы они успели это сделать, вот, в принципе говоря, если бы им удалась авантюра в Орденах, она чуть было не удалась им, да, то тогда бы они, конечно, год бы еще бы получил, они бы много чего понаделали бы, но, по крайней мере, они бы освоили братьевную авиацию, а? Ты знаешь, например, кто придумал кипятильник? Неужели немцы? Немцы в 20-м году еще придумали кипятильник, прикинь? А что значит кипятильник-то? Что чем-то удивительного-то? Ну, вот историю, когда берется вот эта вот какая-то штучка нагревательная, в воду кладется и кипятится, в 1920-м году? Ну, вообще, холодильники были еще раньше, ты помнишь, на квартире Кирова стоял холодильник, правда, он бестенгаус? Кипятильник, кипятильник, это не холодильник, это маленькая штучка, она маленькая, это не холодильник, это кипятильник, электронагреватель называется. Ну, ты понимал, самовары и чайники электрические появляются где-то там в 60-х годах. Ну, это у нас, да, но, понятное дело, что у нас и цветное телевидение появилось, мне интересно вот другое, например, в этом плане, мне интересно другое в этом плане, что был бы, если бы Гитлер не вторгся в Советский Союз, он бы додушил бы в итоге Англию, он бы додушил, так что Англия пришлось бы с ним дружить бы, так сказать, и тихо бы, они бы там со Сталином поделили грызки там того, чего оставалось делить, и он бы сидел бы. Да, он очень классно скопировал все возможные ошибки Наполеона. Наполеону ему почему-то приспичило Наполеону, значит, восстановить Польшу и посадить туда своего брата королем. Брат без работы был, не было достойного, так сказать, места для рабочего. Вот создать ему рабочее место он хотел, и поэтому связал. А так, в принципе, у него был мир с Австрией, мир с Россией. Ну, был, так сказать, худой мир со Швецией. Да, рано или поздно он, конечно, убедил бы Британию, как смириться со своим положением, да? А души летают Британию, честно говоря, люто. Вот эти все войны с контрабандой из Британии, они... Ну, она интересная была, война с контрабандой, что одновременно Наполеон выдавал лицензию на торговлю с Англией своим, значит, французским торговцам. Если ты француз, ты мог получить лицензию от Наполеона торговать с Англией. И они торговали, это удивительно очень. А другим он запрещал, да. А, кстати, Россия тоже с ней напрямую не торговала. Да, приплывали американские, значит, корабли, сюда привозили груз. Откуда мы знаем, откуда американцы везут тут груз? Торговые люди, ну, здравствуйте, спасибо. Они из Англии, естественно, если... Так был изобретен параллельный импорт, да? Ну, да, вот тогда ты был придуман, да, параллельный импорт, да, на самом деле, да. Ну, да, нет, ну, вот это он, конечно... Так вот, я еще хотел резонировать, это мы тут, так сказать, я пошутил по поводу, значит. А тут вот от этого еще одна вещь вытекает. Вот почему так актрисы играют уныло? Вот там на фотографии сидела эта с Белкой, Вероника она, да? С Белкой сидела уныло. И вот очень, ну, как сказать-то это, ну, как прервалась связь времен. Сейчас уже не представляют тех времен люди, они не могут потратить. И, в принципе говоря, и в наше-то время, вот, в 60-е годы играли, в 60-е годы, как будто в это время идет Великая Отечественная война. Вот, вот так вот они играли. Я тебе еще раз говорю, она играет так, не потому что она такая тупая, потому что все спектакли, которые я смотрела, там, пожалуйста, тебе там есть, хоть и Таня та же самая. Там, значит, там есть и Средневековье, и современность и так далее. Там играют все актрисы, очень живые актрисы играют... Режиссер им показал, как надо играть, да. Он сказал играть. У нас все-таки все театральные. А Богомонов, у него, говорит, такая проблема. Я не знаю, там, что его делает с ним Собчак, может, она его молотит башкой. А нет ли у него умысла на пропаганду гомосексуализма? Нет, нет. Важная проблема в том, что если бы этот режиссер был гомосексуальный, мы ничего не пропагандируем, мы все строго ничего не пропагандируем, то там бы были куча очень таких ярких, очень таких вот женщин. И обязательно была бы фигура матери, потому что фигура матери и фигура вот этих вот, то есть эта вот мать и вот эти вот, и бабочки такие красивые. А у Богомонов, у него просто ненависть к ним какая-то такая, знаете, ему бы в эту мужскую, как это называется-то? Мужское государство. Мужское государство, да, вот, то есть как бы какой-то он... То есть у меня просто еще есть такое ощущение, что он себя как-то ассоциирует, видимо, с женщинами, а не с мужчинами, но поэтому видеть красивую женщину на сцене яркую он не может. Он завидует. Нет, ну это ты уже... Не будем шить ему дело. Я не шью. Я, может, это психоаналитик в душе, знаете, я тут много... А, психоаналитик. Психоаналитическая литература, и у него всегда будет одна главная героиня с красными губами, которая будет полностью первой, и тогда, значит, вот она... Я, кстати, что скажу, вот я иногда общаюсь с театральными критиками, а они иногда так вот в честной, в частной беседе рассказывают такие ужасы про спектакли, какой там отвратительный спектакль. Я говорю, не придете ко мне, говорю, не расскажете? Говорит, нет, иначе меня не будут приглашать. А его что приглашает, он бесплатно сидит на хороших местах? Ты-то за деньги сходила? Ты можешь ругать. А нас, кстати, пригласили на Кирилл Стихоаналитик посмотреть фильм-то, помнишь, тогда? Да. Ну, я сам покупал билеты, поэтому говорил, что хочу. А там тебе вернули деньги за билеты, правда? Нет, деньги меня, по-моему, не вернули. Вернула, она тебе передала деньги. Да, передала, но я не помню. Ну, там сумма была, как-то, рублей 200 или 300, так, это чисто символически. О, билет-то был дешевый. А там самое-то интересное, что это была единственная критическая рецензия на ее фильм, это режиссерша, и она ей очень понравилась. Потому что остальные просто, все просто хвалили, и все. Ой, хорошо. А я так немножко разобрал, с своей помощью, помнишь этот фильм-то? Да, 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 я помню, помню. С моей помощью я его разобрал, там, как-то так, ну, то есть, я позаимствовал твоей идеей, да, правда, выдвинулась за своим. Ну, нет, ну, у нас был совместный такой, как бы, мы обсудили, просто ты, как-то, ты рассказал. О, да, интересно. Ну, это все было интересно. У меня билеты в театр, вот эти вот, дороже, там, 1200 рублей не обходятся мне обычно, потому что, ну, я сижу на каком-нибудь последнем ряду балкона. Так что, товарищи, шлите нам деньги, вы еще услышите кучу гадостей про наш театр. Нет, я приду вам, расскажу два хороших спектакля про Коралловый остров, да, мы еще второе в Театре нации, ну, естественно, малая сцена, потому что в Театре нации я ни разу не была, потому что там билет стоит по 10 тысяч рублей за место. Извините, я могу сходить в 10 театров. А что за Театр нации, ты хоть расскажите нам? Это Театр нации... Это бывшая вторая сцена МХАТа, второй МХАТ бывший. Не знаю. Такой домик был кирпичный а-ля, а-ля, а-ля Руси. Там глушат в зале все время мобильники. Я туда обычно ходила, когда туда давным-давно приезжали европейские театры, и они на ее сцене играли спектакли. Там я смотрела Тартюфа немецкого, еще и Костелуча смотрела, а на их спектакль я никогда не была, потому что там... Поэтому называется Театр нации, там же все были, всего света, там не было предъявленных... Потому что там 10 тысяч рублей стоит билет, ну, то есть на те места, где видно. Ну, не хотите тут покупать, поезжайте куда-то там Тартюфа смотреть в Германию, вам дешевле обойдется, тогда поезжайте. Тартюфа в Германию я покупала по нормальным ценам, потому что их привозил фонд, и он цены устанавливал нормальные, можно было на них попасть, посмотреть нормальных мест. Фонды привозил, какой-то фонд? Какой-то вот театральный фонд, он организовывал вот эти вот гастроли, и он делал... Ну, потому что, понимаешь, вот Кабаре сейчас идет в Театре нации, там билеты, с которых видно, по-моему, начинается с 5 тысяч рублей. Ну, вот для меня эта сумма, ну, я не знаю, там, объема просто вот запредельной цены. Я, по-моему, единственный раз, когда я такую сумму заплатила, заплатила 4 тысячи за Большой театр, основное здание, премьера Лейнгрин. Ну, так я сидела, блин, рядом с императорской лошади. Карабин Симонова можно за 5 тысяч купить. Нельзя уже, дешевле 15 нельзя, я видела. Ну, это пьяные выкрики, можно. Нельзя. Можно. А ты говоришь, нельзя, можно, нельзя, можно, нельзя. Можно за 2 тысячи купить. Давай вот так вот, надо вот так руками делать перед камерой, сейчас с тобой драка происходит, да, драка, 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 драка. Вот, ну, надо будет нам, может быть, еще посмотреть, когда какие-нибудь фильмы, или, вот, помнишь, мы с тобой смотрели сериалы, французский сериал, еще какой-то британский. Очень хороший был сериал, назывался, как это, Бюро легенд. Ой, да, прекрасный был сериал. Мы как раз его закончили. Бюро легендов французский. Как раз его закончили, там главный ФСБшник выпрыгнул из окна, и все началось. Нет, а самый этот город главный, еще и с тем светом пообщался. Да. Там же, прям, мы же закончили ее смотреть, если помнишь, когда. Ну, француз, там хорош, хорош был актер, французский. Там был самый крутой Грубунов, который из Одессы. А он кого играл? Ну, ФСБшник он играл. А, ну, это француз интересный был. Ну, тебе все. Ты просто, ой, Борис Сергеевич у нас франколюб, франкоговорящий. Je suis l'homme de culture française. Это аналог, я человек русской культуры. Борис Сергеевич у нас, да. Вот, ну, можем теперь практиковаться, да, что мы знаем французский. Вот, уважаемый публика, пришлите Борису Сергеевичу денег. Побольше. Побольше. Так, чтобы он со мной стал ходить в театре. Правда, в оперу я больше его звать не буду, он не спит. Вот, это во-первых. Во-вторых, значит, помимо того, что денег вы приедете, хотите, если вдруг у вас есть такое желание, вы можете прислать денег Борису Сергеевичу и написать для билета Елены Борисовой. Ну, может, и без отчества. Вот. Я буду мне увидеть очень приятно. Вот, я их, в общем, потому что я в основном эти билеты либо покупаю за копейки сама, либо мне их отдают, вот у меня на меру-замеру подруга. Ну, так она купит за деньги, а не за копейки, за рубли. В смысле, я не буду побираться, как поберушка, и не буду, значит, их, и не буду не отдавать тебе билеты. То есть, как вот смерть за меру, у меня за 40 минут подруга мне пишет, говорит, я не смогу прийти, у меня ребенок заболел. А мужа задержали на работе, и, в общем, я не... Типа, вот ты где? В хорошем смысле, это не слово задержали, в хорошем смысле. Ну, задержали на работе студенты. В хорошем смысле, нет, на работе задерживают и в плохом смысле. На работе задерживают. То есть, вы прям на работе задержали. Ну, какая ты тварь, а? Да нет, я не тварь, я просто из той эпохи, когда сегодня орден, завтра ордер. Ну, подожди, это следующая серия у нас всех, нас всех ждет. В общем, уважаемые товарищи, поставьте лайк, можете попытаться найти мой телеграм-канал, потому что я придумала пост, который я туда напишу. Я напишу вам про то, как зрение лечить, и как его лечили в начале 20 века, и теперь эта новинка снова появилась в интернете, и я вам про это расскажу. Но на ближайшие несколько дней. Поэтому, дорогая Елена Борисовна, найдите... Лечите зрение. Лечите зрение, да, я вам напишу... Это канал такой, дорогая Елена Борисовна, это в телеграме. В телеграме, да. Борис Сергеевич, здесь телеграм-канал. Да, там на дне со дна, что ли, я называю, как он называется-то? Бояршинов на дне науки, вот как он называется. Ну, пришлите нам, короче говоря, каких-нибудь хороших... Деньги, деньги давай! Деньги, деньги давай! Слов напишите нам хороших, вот, чтобы нам просто было как-то приятно, потому что как-то не весело нам. А, ну, кстати, еще присылайте деньги на кормление котов, потому что тиграша жрет три пакетика за раз. А Борис Сергеевич кормит их четыре раза в день. То есть настолько на одного тиграша уходит 12 пакетиков в день. А каждый пакетик минимум стоит рублей 45. Вот посчитайте, за сколько у нас жрет тиграша. Ё-моё, тиграша. Что тиграша жрет на большую сумму, чем... Ну, по крайней мере, все коты жрут на большую сумму, чем я ем в день. Ну, короче, 6 пакетов за раз. В день. Значит, 18 пакетов за день. Это еще не плюсовало Барсика с Чернышом. Это еще не плюсовало Барсика с Чернышом. Ну, короче говоря, это больше, чем тысячи, наверное, выходит. Да, не усчитаешь сколько даже, даже не сочтешь. Да, поэтому мы... Да, ну чмоки-чмоки. Спасибо. Спасибо.